Изделие проделывает путь от места изготовления туда, где его продают и покупают. А для большинства товаров в нашей глобальной экономике, в какой-то момент это путешествие может пройти по морю. Впереди рассказ о портах и о том, как там все делается. КОНЕЦ Более 90% товаров в мировой торговле перевозят на судах. Грузовые и морские перевозки – вот что заставляет работать современную глобальную экономику. Но большинство из нас никогда не увидят, как это делается. Гонконг – самый оживленный порт в мире. Ежегодно здесь обрабатывают невероятное количество стальных контейнеров – 22 миллиона. Экспортные товары необходимо сгрузить с поездов и грузовиков, складировать, а потом погрузить на соответствующие суда. С импортом нужно сделать то же самое, только в обратном порядке. Это можно сравнить с транспортировкой багажа в кошмарных масштабах, когда чемоданы ужасно тяжелые. Так как же это делают? Площадь Гонконга невелика. Сто лет назад это был скромный рыбный порт. Свободного пространства здесь чрезвычайно мало, поэтому городу приходится устремляться вверх. Эта нехватка земли представляет огромную проблему для портов. Грузы имеют большую ценность, поэтому их обработка и размещение контейнеров на территории порта представляют собой важную задачу. Этот порт разделен на отдельные терминалы. Самый большой называется Гонконгский международный терминал, или ГМТ. Это полторы тысячи рабочих, и современная компьютерная система, которая занимает полэтажа, позволяют разгрузить и загрузить огромное грузовое судно за шесть часов. Это тяжелая работа даже при самых благоприятных условиях. Но она еще больше усложняется, если приближается тайфун. Если тайфун ударит прямо в порт, контейнеры раскидают, как пустые жестянки, выброшенные в мусор. Но самая большая опасность грозит судам. Кораблям безопаснее всего переждать ураган в море, чем остаться прикованным к причалу. Поэтому начинается гонка с погодой. Нужно успеть разгрузиться и вернуться в открытое море, где будет безопасно. На борт одного судна можно погрузить до 10 тысяч контейнеров. Сначала капитан должен сообщить, в какой части корпуса установлен каждый контейнер. Затем работники гонконгского порта должны разгрузить нужные контейнеры и доставить на предназначенное им место хранения в порту. Разгрузка и судно занимаются такие опытные парни, как Сью Фан. Он спешит наверх, к своему месту работы. Тем, у кого кружится голова, здесь делать просто нечего. Сью Фан 15 лет набирался опыта на портальных кранах поменьше. Теперь он управляет самым большим краном в Гонконге. Рабочее место Сью Фана в 40 метрах над землей. Двигая свой кран по рельсам, он ставит его рядом с судном. Затем ему нужно снять 30-тонный контейнер с кормы судна и поставить его точно на грузовик. Малейшая ошибка может очень дорого обойтись и быть чрезвычайно опасной. На этом мощном кране используется невероятное подъемное оборудование, которое называется спредер. Его называют так, потому что оно может растягиваться или расширяться, чтобы перевезти за один раз два контейнера длиной 6 метров и весом по 30 тонн. Он может дотянуться до трюма на 15 метров ниже уровня моря и поднять груз на 40 метров над палубой. Сью Фан маневрирует своей кабиной со скоростью 3 метра в секунду и нависает над контейнерами на судне. Точность, необходимая для того, чтобы поднять и опустить контейнер в нужное место, зависит от точного, как у орла, глазомера Сью Фана и крепких, как сталь, нервов. Сью Фан нацеливается на небольшие отверстия на крыше контейнера. Немного помочь ему может металлическая створка, типа плавника, который опускается и направляет спредер. Сью Фан должен попасть небольшими болтами по углам спредера в отверстие на крыше контейнера. Только тогда поворотно-захватный механизм зацепляет контейнер. Поднять контейнер — полдела, но как узнать, куда его потом поставить? На гонконгском международном терминале каждый контейнер, который поднимает Сью Фан, регистрируется. Огромный компьютер рассчитывает реальное время передвижения контейнеров от судна и указывает то место, где его поставить в порту. Затем информацию об этом по пейджеру сообщает водителям грузовиков. Йен Сью Чанг водит грузовик под номером MG20. Он должен найти кран Сью Фана среди 137 других кранов в порту и поставить свою машину прямо под ним, выйти из машины и принять груз. Тем временем у себя наверху в кабине крана Сью Фан увидел, что приближается шторм, а ему еще нужно снять с судна оставшиеся контейнеры и погрузить на него другие. Когда подъезжает грузовик MG20, все зависит от мастерства Сью Фана, как груз будет снят с машины и погружен... на судно. Затем надо погрузить другой контейнер на грузовик Сью Чанга, который готов отвезти его на предназначенное ему место на площадке. И снова Сью Фан должен попасть в яблочко. Каждый день туда-сюда здесь снуют 8 тысяч грузовиков. Некоторые везут контейнеры в континентальный Китай, но Сью Чанга ждет более трудная задача. Он должен найти четвертый ряд и десятый проход, чтобы встретиться с портальным краном. Эти краны могут переместиться в любое место в порту, потому что они на резиновых шинах, а не на железных рельсах. Портальный кран снимает контейнер с грузовика Сью Чанга и устанавливает его точно в том месте, которое определил компьютер, среди 80 тысяч других контейнеров. И когда Сью Чанг едет, чтобы забрать следующий контейнер, цикл продолжается. Благодаря Сью Фану и Сью Чангу разгрузка и погрузка судна проходит очень быстро и идет своим путем до начала шторма. Это всего лишь еще один обычный день для тех, кто занимается гигантским багажом в самом загруженном порту мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...